Рассказывают, что когда в феврале 19-го года московский телеграфист вместо привычной морзянки услышал человеческий голос, он сбежал с кабинета, потому что не поверил, что такое может быть. Мы помним, что слухачи в то время сидели и слушали азбуку Морзе, а тут первый голосовой эфир, и он слышал, что говорят. Попов Маркони Тесла. Имена, знакомые со школы всем и не только радиолюбителям. Историю радио в России осветили в библиотеке имени Зощенко. Скорее всего, радиовещание на коротких волнах уже было более-менее продуктивно к 30-м годам. То есть, в принципе, можно было даже в Советском Союзе услышать радио из Вашингтона. Радиочастоты как раз и доходили, особенно у тех, у кого был радиоприемник, работающий на коротких волнах. Сейчас, естественно, уже радио немножко трансформировалось, оно переходит в совершенно другие форматы, в тот же самый интернет. А сама технология радиоволн, она применима и сейчас у нас. Это, например, те же самые радиопетлички, Wi-Fi сигнал. То есть, все, что мы используем, в основном беспроводное, это как раз использование волн. Только волны немножко другие. Когда появилось радио в Российской империи? Как проводили полную радиофикацию в СССР? Какой вклад отечественные ученые внесли в развитие радиоволнового усиления и передачу сигнала? Ответы на эти и многие другие вопросы прозвучали на лекции. В частности, на встрече рассказали историю создания первой радиолампы, а также о существовавшей между странами радиогонке. Само создание радиолампы произошло больше из-за экономических возможностей и ограничений. Потому что в тот момент у нас Российская империя воевала с Германией, и закупать лампы, как таковые, было негде. Потому что они стоили очень дорого и в основном даже не доходили до нас. И поэтому Михаил Александрович Бончбруевич, он и разработал свою собственную лампу собственного производства, которая по своим характеристикам оказалась даже лучше аналогов, которые продавались в то время. Соответственно, покупать лампы за большую сумму денег было невыгодно. И, соответственно, Бончбруевич этим и прославился. То, что смог сначала скопировать технологию, а потом ее улучшить и довести практически до максимума. В планах библиотеки целый цикл встреч, посвященных русским ученым, которые принесли свой вклад в развитие науки не только на территории нашей страны, но и за границей. Таких, как Королев, Сикорский и другие. Наша аудитория эрудирована в этом плане. То есть они технически грамотно подкованы. Приходят люди с инженерным образованием. Некоторые даже поправляют меня по ходу лекции. Кто-то говорит другие факты. Потому что в данном случае у нас получается не просто лекция, но диалог между слушателем. И, естественно, у нас некоторые точки зрения иногда бывает даже не сходятся. Но истина рождается в споре, как известно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!